Всем привет! Сегодня история от подписчиков, сейчас я ее зачитаю, так что давайте приступим. Совсем недавно натолкнулась на ваш канал, жаль, что не раньше. Хочу попросить вас о помощи, разобраться с моей ситуацией. Я замужем за турком уже 11 лет, у нас двое детей. С самого начала наших отношений он мне говорил, что хочет жить в России, там растить детей. Что в Турции не то правительство, не те законы, не те условия и тому подобное. Я верила, так как изначально не знала о турецкой жизни ничего. Включая язык. Плюс меня устраивал наш возможный переезд в Россию. Сразу останавливаемся, человеку все не то, все не так, все ему мешают, все виноваты. Я один в белом пальто. Это черты его характера. Он учитель в государственной школе в Турции, что гарантирует ему стабильность, трудоустройство, пенсию в будущем. Все эти годы он постоянно обещал, что переедет. То есть получается, вы 11 лет живете раздельно с ним, наездами какими-то. Вы в России, как я понимаю, а он в Турции, работая учителем. В прошлом году договорились, что он прилетает 1 июля. У него как учителя отпуск 2 месяца летом до 1 сентября. И в течение 2 месяцев его отпуска я трудоустраиваюсь. И мы смотрим, может ли прожить на мой заработок. Если да, то он остается с нами. Так что у меня вообще вопрос, а как вы раньше-то жили 11 лет целых. Потому что он учитель в школе, вы жили в России, вы не работали с двумя детьми. И правильно получается. И он отправлял вам какие-то деньги, видимо. И мы на этом жили. Если да, то он остается с нами. Он может взять 1 раз в 5 лет на работе 8 или 10 месяцев за свой счет. И пробует со своим трудоустройством в России. Если все получается, он к нам переезжает. В итоге, вместо 1 июля, он прилетел 15 августа на 2 недели. Оказалось, что в Турцию он ухаживал за больным родственником, чтобы тот отдал ему наследство. Плюс взял кредит и дал огромную взятку кому-то, чтобы его устроили в консульство в России. Работать в консульстве? Что-то тут мутки какие-то, крутки. Оказалось, он в Турции ухаживал за больным. Вы как с мужем общаетесь? Про разрыв контакта. Что оказывается, вы даже не знали, что он там делает, получается. В итоге, я имею в виду точно, каждый день созванется, что ты как, какие планы. То есть у вас такое общение поверхностное, не детальное. В итоге, родственник ему ничего не оставил, а деньги ушли в никуда. Теперь он в кредитах до июня следующего года, по его словам. В прошлом году чуть не получил РВП, но не собрал все документы и не получил его. Правительство России виновата в этом, по его словам. Он всегда прав. Я же про это уже сказала. Все это время наши отношения портятся. Он кричит на меня из-за болезни детей. Причем они болеют редко. Пытался обвинить меня в том, что после смерти моей бабушки, ему не досталось часть от продажи ее квартиры, чтобы он смог купить себе машину в России. Я сейчас вот это вот читаю и не верю в это. Нифига, блин. Ха-ха, не хо-хо. Я вообще как бы, что? Детям важно, чтобы в семье была машина, по его словам. Позорище. Я тоже так думаю. Я терпела до последнего, так как он приезжает к нам не часто. У меня вообще вопрос. Здесь уже у вас проблема. Зачем вы терпели что-то, что вам не нравится? Вас заставляли, научили семье терпеть. Вы продолжаете, скорее всего, прекрасную, в кавычках, традицию вашей семьи или женщин в вашей семье. Надо еще терпеть, что вам не нравится. Я думала, если все-таки переберется в Россию на проживание, тогда я буду решать, разводиться или нет. Чего это ждать? Вы откладываете это оправдание для того, чтобы я терпела. Этим летом поехали в Турцию. Там отношения окончательно испортились. Его взбесило, что я недостаточно радостно ему ответила на его требования о том, чтобы дети не трогали кошек. Он их ненавидит. У моих родителей есть коты, и дети их любят дома. Плюс ребенок подхватил ротовирус. Вся Турция сейчас он летом занял этим ротовирусом. Он кричал, весь отпуск угрожал, что отнимет детей, а меня зарежет и отправит карго на самолете обратно в Россию. Причем внешне требовал соблюдать видимость хороших отношений. Я здесь вообще просто остановлюсь. Это учитель в школе, алло. Кто учит наших детей? Я рассказала это его сестрам. Он об этом не в курсе. Он завидует старшей сестре, открывшей свой бизнес, купившей вместе с мужем дом. Хочет такого же уровня жизни. Наверное, бесится и завидует, потому что сестры есть у него или нет. Младшая сестра не замужем. Тоже сейчас оканчивает выплачивать ипотеку тоже за свою квартиру. А он живет в квартире младшей сестры. Ничем ей не помогает, даже физически. Он страдает, так как его семья далеко от него. По ее словам, вечерами он валяется на диване с телефоном. Вы меня извините. Это ваш официальный еще муж, но хочу сказать. Телефоном общается, видимо, с кем-то там что-то общается. У меня такие сразу подозрения. Я ждала, когда наконец-то вернусь домой. Потом мы прилетели в Россию. Он с нами на две недели тоже. Здесь все повторилось, и он меня ударил. Его новая идея – это провести всех нас в Анталию на следующий год, чтобы жили все вместе. Дети, чтобы ходили в русскую школу, первый и четвертый класс дети. Снимать там квартиру. Рассказал о своих планах старшему ребенку. Тот ему верит. А по факту я не хочу с ним жить. Я боюсь переезжать в Турцию. Молодец, что вы знаете хотя бы свои желания. У него кредиты. А он верит в то, что сможет снимать квартиру и платить за обучение двух детей в частной школе. Даже не посмотрел стоимость обучения. А когда я посмотрела и стала прикидывать, можно ли использовать материнский капитал за второго ребенка на обучение. Сдать нашу квартиру, например, в России. Какое наследство достанется от моих родителей. Но, вообще-то, если что, они не собираются умирать многоточие. Поставил нам тут кучу запретов. Не заводить кота, не ездить на дачу, чтобы дети там не покалечились. То есть, вообще, какой-то тревожный, ненормальный человек. В этом плане тревожности, странные. И желание контролировать. Теперь он уехал. У меня есть возможность принять решение. Сегодня едем на дачу. Через пару дней возьмем все-таки кошку. Я теряюсь, что делать. С одной стороны, немедленно подать на развод. А с другой, как обеспечить, возможно, общение детей с отцом. Они его любят. И не потерять их, если он исполнит свои угрозы. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим. Еще хотела бы дополнить. Это важно. Турецкого гражданства у меня нет. У детей двойное гражданство. Мне в свое время он не согласился делать. И сказал, чтобы не было потом проблем с переездом в Россию. То есть, если мы переедем в Турцию, и он решит забрать детей, он официально госслужащий. А я какая-то безработная иностранка. Когда я заикнулась о разводе с месяц назад, он заявил, что развода мне не даст. В случае его смерти, государство будет выплачивать пособие его жене, чтобы это было для детей. Хотя со здоровьем проблем у него нет. В другой раз грозил, что отберет детей, а меня депортирует, что только ради детей он все это пока и не сделал. Серьезные угрозы, я вам скажу, не пропускайте мне, Мюша. С его мамой и сестрами отношения у меня нормальные. Его мать при маленьких детях в свое время избивал муж. Ее дети для нее все. Вы что, ее маму копировать собрались? Вы к этому идете. Я не могу ей в силу ее возраста и кучу болячек рассказать правду о ее сыночке. Она переживает за него. А сестрам я рассказала, они в шоке. Эти года, 2-3 года, он и с ними поссорился. При этом у одной из них живет. И они думали, что хотя бы в нашей семье все в порядке. Но и они не хотят, чтобы брат развелся. Блин, они не хотят. Маме я не могу сказать. Вы вообще понимаете, что вы хотите? Вы что, живете с ним? Вас угрожают, заберу детей, тебя убью. И пакетами каргу отправлю к родителям. И вы это хотите вообще принимать такие слова в свой адрес ради его сестер и его мамы? А вы о себе это вообще думать будете? А как будут ваши дети, если вас убьют? Вы мне скажете, ну это просто слова. Просто да нифига не слова. Как вообще можно посметь в свой адрес такие слова допустить? Он сказал типа, и он сказал, это не просто слова, это угроза. Вам приятно такое в свой адрес слышать? Я реально слушаю, да у меня есть бы никто, сказал, я тебя нафиг убью, расчленю по пакетам в каргу. Я бы окей, разворачиваюсь просто и начинаю максимально готовить план побега, развода, обдумывать, что как сделать. У меня бы все, это точка для меня была. Мне такое сказать? Окей, может быть у меня, не знаю, какая-то проблема на эту тему или что-то. Я вообще просто, я не приемлю какое-либо насилие. В моей семье, вот лично как человек, у меня в семье этого никогда не было. Никаких угроз на эту тему. Для меня это настолько дико неприемлемо. Мне очень жалко, когда родители просто шлепают рукой по жопе детей своих, поднимают руку детей и бьют в семьях. Мужи, жен, а жены мужей бывают. И тогда ты тоже... Я просто с этим очень много сталкиваюсь в своей работе. Каждый, блин, второй ребенок в советское время битый был. Или семья алкоголиков, либо кого-то кто-то гонял, кто-то кого-то бил. Разные там поводы, но почти всех бьют. Моих ровесниц, мы уже постсоветская, да, у нас дети 80-х и 90-х нас тоже били. Меня, слава богу, нет. Я думаю, слава богу, что я это... Но я этого очень много слышу. Мне всегда этих детей очень людей больно, сердце кровью обьется. И вообще, у меня в семье это неприемлемо было. Может быть, поэтому для меня это очень дико непонятно, как вообще можно любить и бить. Это не про любовь история, а про унижение. И вот вам это все говорят. У вас двое детей, у вас вообще инстинкт сохранения есть. И вы думаете, его сестры хотят, чтобы мы... Да вы бы их не слышали, чего они хотят, чего он хочет. Вы бы себя спасали и ваших детей. Короче, дальше. В том году предлагала ему на год переехать, а я выйду работать. Сейчас уже на это не пойду, не посажу его себе на шоу, естественно. Он работает до 14 часов каждый день, потом валяется на диване в квартире сестры, страдает по детям. Утверждает, что в следующем году найдет вторую работу, чтобы была возможность оплачивать русскую школу в Анталии. Блин, а что сейчас-то не ищет? Что ждать-то? Он пусть сейчас идет, ищет прямо сейчас, не откладывает на следующие вот это все обещания. Это видимость, типа, что он что-то делает. Хорошего папы себя играет. Вот сейчас прям работает, откладывает деньги. Что нет-то? Пусть копит их. Что-то откладывает. Я вообще не понимаю логики даже этого. Младший ребенок не говорит на турецком, а старший уже пойдет в 4 класс, так что турецкая школа тоже не вариант. Плюс снимать нам надо, что там квартиры, но не веры в это, не желание жить с нами. Там с ним у меня нет. Последние 3 года после переезда в Россию он присылает деньги, но из-за падения курса лиры по отношению к рублю, из-за его постоянных кредитов, нам этих денег не хватает. Я эти годы подрабатываю дистанционно. В этом году весной я уже зарабатывала больше, чем он с его кредитами, а он нам с упавшей лирой деньги присылал. При этом он искренне считает себя кормильцем в семье, а меня с высшим образованием и довольно неплохой карьерой до замужества тупой лентяйкой. Это еще мягко говоря. Сон даже позволяет вас оскорблять. Блин, ну как может? Я не могу, женщины. Как вы это все позволяете? Зачем это? Просто зачем? Все время при детях упоминает, какие у него были суперские девушки раньше и как на него накинутся дамы, если он только этого позволит. При этом я ему в лицо говорила, что не держу его. Это его еще больше злит. Из-за меня он... При детях, а я ему испортила жизнь. Это из последнего. Извините, пожалуйста, что так много, но не знаю, кому еще обратиться. Собираюсь пойти к психологу, но русский психолог вряд ли знает о турецких особенностях. Родителям рассказала об оскорблениях, но о рукоприкатстве уже не могу даже им сказать. Смотрите, вам не нужен психолог. Во-первых, про психологов. Если вы в Россию пойдете к психологу, да вообще не важно менталитета особенностей, потому что у вас проблема с супругом. Дело не в менталитете, а у вас проблема, что вы терпите. Вас научили, заставляли. Вам надо терпеть. Вы терпила, да? Вы, скорее всего, жертвенной позицией. Вы позволяете над собой издеваться, измываться. Непонятно вообще идеи нет, ради чего. Вы даже не написали идеи. Тут даже нет вопроса ради детей. Это даже сюда не подходит. Просто непонятно. Окей, если вы пойдете к психологу, это все не важно. Национальность, страны проживания, они как бы в психологии вообще не важны. Или особенности менталитета. Потому что проблемы мы все одинаковые. Проблемы личностные у нас все одинаковые. Хоть ты из Африки, из Америки, из Армении или еще с какой-нибудь страны на букву А, допустим. Короче говоря, это не принципиально. Наша суть абсолютно одинаковая. У нас разный цвет кожи, внешние данные. Но вот тут все одинаковое. Так вот, у меня вот в голове я это прочитала. Вам нужен юрист русско-турецкий? Да. С особенностями законов, как вам правильно развестись. Даже я, не варясь в этой теме, юридическая вообще-то не моя история. Я и то знаю, что можно развестись по консульству. Вы можете, находясь в России, развестись. Запрос делать на развод с гражданином другой страны. Вас консульство разводить будет. Вам даже присутствовать не надо. Про страх забрать детей. Но просто понимаете, что с ним расставаясь, вы в Турцию не возвращаетесь, не едете. Вы когда пересекаете границу, да. Вы ставите себя под угрозу, что он отец, и он может иметь 50% забрать ваших детей и возможности. Просто если я с ним приняла решение расходиться, в Турцию мы не едем ни на какие встречи, ни на какие заманухи, ни на какие добрые слова или еще что-то. Это всегда опасность у меня. Что бы он мне ни говорил, это возможность отобрать по закону детей. Он вам одно говорит, приедет в аэропорт уже, отберет, а тебя все, короче. Про мужа. Вы мне простите, так нельзя, конечно, напрямую говорить, так разводитесь. Вы что до греха не доводите, пожалуйста, вам прямые угрозы идут. Почему вы их не слышите? Почему вам хочется настолько быть жертвой, что вы мимо ушей пропускаете важный момент. Вы видели мои реакции, когда я это читала? Как я отвечала? Я тебя убью по пакетам и каргу отправлю в Россию. Вам этого мало? Что человек вообще позволил такими категориями рассуждать в вашу сторону? У вас дети, у вас еще инстинкционное сохранение должно быть ради ваших детей. У человека явные проблемы с головой. Мне страшно, живя в Турции. Вы, блин, напишите, в какой он школе работает. Чтобы я точно знала, если это в Стамбуле, чтобы я, не дай бог, не жила в этом районе, я бы туда ребенка не отдавала. Я не хочу, чтобы у моего ребенка был вот такой учитель. Опасный, страшный человек. Угрожающий. Дело не в его словах. Порой многие говорят, ну, угроза это только угрозы, а не пугалки. У него проблемы с психикой. Вечно недовольны. Ему все виноваты. У него неудачная жизнь. Он завидует родным сестрам, с ними переругался. Ему все не так, не это. У него личностные свои огромные проблемы. И он свою злость на себя, на ненависть к себе, к своей жизни, к своим неудачам вымещает на всех вокруг. И вы первые ваши дети, кто попадается под руку. Как бы он ни говорил, какой он прекрасный отец. Как он по детям своим скучает и страдает. Он весь визит такой педагог, любит детей, работает в школе. Блин, вы переедете. Сейчас вы вами недовольны, уже на расстоянии, он уже руки распускает. Он уже на вашей территории, в вашей квартире, в России, руку поднял. Алло, блин. Вот честно, надо было ментов вызывать, сдавать его в полицию за рукоприкладство. И как он хочет, разбирается, и пусть его депортируют нафиг. Чтобы было уроком, выше это не сделали. Вам почему-то хочется и нужно быть жертвой. Я уже много видео своих ранее говорила, сейчас напомню. Почему позиция жертвы выгодна, удобна, и люди в нее вступают. Убегут там учатся, с детства, там условия определенной жизни, но вообще вторичная выгода. Жертва очень легко поднимает свою самооценку за счет страданий и внимания от окружающих. Она не берет ответственность за свою жизнь и виниться для всех вокруг. От плохого мужа, события, еще что-то, страну провидится, что-то еще. То есть это не брать ответственность, находиться вообще... Это говорит о том, что по сути вы ребенок, кто в позиции жив, кто это человек ребенок, который находится в детстве, не хочет брать ответственность за жизнь, легко получать поднятие самооценки. Не сам себя поднимает, не сам себя люблю, у меня нет внутреннего стержня, мне лучше получать от людей. Как от людей? Чем я больше страдаю, тем мне больше внимания, одобрения, с меня меньше спроса какого-то. Ты не спрашиваешь, что ты страдаешь, а почему так произошло? Просто тяжелее изначально, а потом разбираешь, что произошло. Порой очень часто разборок этих не доходит, поэтому у меня все сходит с рук. И в общем, не надо никому ничего объяснять. В общем, все в шоколаде классно. Короче, вот чтобы решать, во-первых, находите юриста русско-турецкого, узнавайте все моменты вашего возможного развода, юридически обезопасьте себя. Второе, ни в коем случае не переезжаем, не едем в Турцию, никаких вот этих встреч, надо ездить сам к нам. Нет у тебя отпуска, блин, твои проблемы. У меня у нас детей школа, учеба, короче, все, иди ты нафиг, да? Дальше. Муж всегда был таким. Вы осознанно живете на расстоянии, потому что вы в нем агрессор не хотели раньше, сейчас видите уже, слава богу. Это уже дает как бы почву для хорошего исхода ситуации, я вас верю, честно, я вас верю, вы сильны, у вас все получится. Вам зачем-то нужен такой муж, вы просто на расстоянии его держите безопасно от себя, чтобы он не побил, не навредил, потому что вы в нем этот потенциал бессознательно чувствуете и считываете в его общении, в поведении. Далее. Идите, пожалуйста, к психологу, узнайте. Ваш запрос к психологу должен звучать так. Я не могу понять, почему я не могу развестись, или что меня держит с супругом такого абьюзивного настроя, назовем так. Было у нас вот то-то, то-то, вот это так себя вел, вот так он говорит. Это по сути абьюз. Угрозы есть различные. Что меня держит, не могу понять. Мне кажется, я в позиции жертвы. Почему я в этой позиции? Помогите мне, объясните мне, помогите мне узнать, понять для себя, почему мне вот эта позиция, почему я как бы пришла вот в эту точку в своей жизни, как я до такой жизни докатилась, что я терплю к себе вот такое. Что мне из этого выгодно, зачем мне это нужно? Помогите разобраться. Очень, очень часто жертва равно ребенок, если мы тогда, позиции детской, она сдержит наше детство, наши психотравмы с детства, они пережиты. То есть, условно, я не хочу взрослеть, быть взрослым и не быть жертвой, например, да, потому что, например, находясь в детстве, я возмещаю все, что мне было плохо с родителями, родители меня держат в детстве, потому что у нас такое взаимоотношение, они взрослые, я ребенок, вот эта вся история вылезает тогда, то есть быть ребенком вам зачем-то нужно. Быть в детстве вас это держит для чего-то, вы не хотите с детством расставаться, вам надо повзрослеть, стать взрослым. Да, вы родили двух детей, у вас там какая-то работа есть, но в душе, в вашем поведении позволяете себя унижать, оскорблять, потому что вы ребенок, вы зачем-то постоять не можете, вам это зачем-то нужно. Почему-то вы боитесь, не хотите расставаться с детством, вам это надо понять. И когда вы это узнаете с психологом, доберетесь до этого, он вам скажет, что менять в своем поведении, в своей жизни, когда вы понимаете, а почему я не хочу, что у меня там, скорее всего, в детстве такое произошло, что меня там зацепило и держит до сих пор, не могу с этим расстаться. Поэтому я вот такой человек, который позволяет к себе плохое отношение, там грубое, какое-то сик, почему я жертва, почему я позволяю себя обижать. Видимо, вас и в детстве обижали, и видимо, это были родители, хоть у вас с ними, может, хорошие отношения и так далее, или для любви, вас, например, недостаточно в вашем понимании любили, заботились, и вам надо оставаться в детстве, чтобы родители давали вам любовь, что участвовали, спасали вас, решали ваши проблемы и так далее. Вот что-то вот в этом может быть. Вот такой разбор. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии к видео для продвижения этого канала, чтобы подписчиков было больше просмотров. Если вам нужна моя консультация психолога, то, пожалуйста, у меня в инфобоксе почта. Пишите на него консультацию, я вам дам всю информацию, сориентирую вас. Спасибо, всем пока.